В то время как индекс самоизоляции приморцев, необходимый для защиты от коронавируса, падает до критических отметок, поскольку жители проявляют слабую ответственность и не желают оставаться дома, медики работают в две смены. Несмотря на относительно невысокие цифры инфицированных коронавирусом, больницы и поликлиники переполнены. В стационар стали поступать пациенты с внебольничными пневмониями. Это очень тяжелые пациенты, потому что имеются впутствующие патологии. Это сердечно-сосудистые заболевания, это онкологические заболевания, заболевания бронхолегочной системы и просто очень пожилые пациенты и 80 и 90 лет. Такие пациенты требуют постоянного наблюдения. Состояние может измениться не за часы, а за минуты. Стационар Владивостокской клинической больницы номер 4 перепрофилирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми пневмониями. Я как врач-реаниматолог сталкиваюсь с самыми тяжелыми из этих пациентов. Мы лечим не только пневмонию, мы лечим и сердечную недостаточность, и почечную недостаточность. Сахарный диабет сопутствующий, к сожалению, нам очень сильно усложняет задачу. Не только физически нам стало тяжело работать, но и эмоционально, и морально, потому что пациенты не контактируют со своими родственниками, много звонков от родственников, пациенты переживают, потому что ситуация непростая. На помощь Владивостокским медикам пришли волонтеры, студенты школы биомедицины ДВФУ. Будущие врачи проводят дезинфекцию, осматривают пациентов вместе с ординаторами и докторами, доставляют больным лекарства. Своевременной эмоциональной и финансовой поддержкой стало распоряжение Владимира Путина о надбавках к зарплатам медиков, работающих с инфицированными пациентами. Выплаты очень своевременные. Хочу сказать сразу, что мы с марта месяца уже получили выплаты регионального характера. Это выплаты из бюджета Приморского края. Это действительно колоссальная помощь со стороны государства. Но она даже не материальная, а мне кажется, больше даже имеет психологический характер. Если эта доплата будет, то для меня, как для врача, мне бы это очень помогло. Безусловно, приятно. Но если бы их не было, то я думаю, что медики бы остались и также бы боролись с данной эпидемией. В Приморье пока подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом. Чтобы ситуация не ухудшилась, приморские врачи, как и всего мира, просят. Мы дежурим для вас. Оставайтесь дома для нас. Ирина Шилина, Новости на Восьмом.